Встреча министров внутренних дел стран Евросоюза не принесла серьезных результатов с точки зрения Брюсселя. Они собрались для того, чтобы обсудить новый мальтийский план по квотам на мигрантов. Позиция Будапешта неизменна. Венгрия отвергает систему квот и не принимает мигрантов. «Я хотела бы убедить столько стран, сколько возможно», — прокомментировала мальтийское соглашение министр внутренних дел Финляндии перед заседанием Комитета по внутренним делам Европарламента во вторник. Однако очевидно, что ей не склонить большинство стран-членов ЕС на сторону Германии, Франции, Италии и Мальты, которые инициируют новое предложение по квотам. Только Люксембург, Ирландия и Португалия согласились принять мигрантов, пребывающих со стороны Средиземного моря. «Правительство Венгрии отказывается от квот на мигрантов», — заявил главный советник премьер-министра по внутренней безопасности. В то же время Дёрдж Баканди подчеркнул, что Венгрия рада помочь в защите европейских границ и остановлении потока нелегальных мигрантов. «Решение проблемы европейской безопасности, безусловно, находится не в распределении мигрантов по странам согласно квотам и ошибочным толкованиям европейской солидарности. Решение должно быть найдено в охране внешних границ. Потому что если границы прочно закрыты, то контрабандисты не пытаются провести людей нелегально», — заявил Дёрдж Баканди. «Не только Венгрия выступает против системы квот. Министр внутренних дел Чехии также отвергает квоты, так как, по его словам, они угрожают Европе». Венгрия улучшила свои позиции в рейтинге международной конкурентоспособности. По мнению Министерства финансов, это произошло благодаря эффективной экономической политике последних лет. На этом новом молокоперерабатывающем заводе в Венгрии в посёлке Орменькут производят две тонны сыра в день. Завод был недавно сдан в эксплуатацию. Его строительство обошлось в более чем 900 миллионов форентов. А это новый завод в городе Мишкальц. В производственном цехе, построенном на полтора миллиарда форентов, будут производить двери и окна. Представитель мэрии на церемонии открытия заявил, сюда стоит вкладывать, так как инвестиции приносят многократную прибыль. «Мишкальц заинтересован в создании новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и использованием самых современных технологий. Нам надо не только поощрять приход международных компаний, но и дать шанс венгерскому малому и среднему бизнесу, в том числе из Мишкальца», — пояснил чиновник. Госсекретарь по вопросам финансирования из фондов ЕС говорил о том, что венгерская экономика добилась выдающихся результатов в значительной мере благодаря венгерским компаниям, в частности из Мишкальца. В ноябре прошлого года правительство приняло программу повышения конкурентоспособности венгерских предприятий, благодаря которой в последний месяц значительно возросла производительность венгерских малых и средних компаний. В результате в первом полугодии текущего года венгерская экономика достигла роста в 5,2%, что выделяется на фоне общеевропейских показателей. Это стало возможным также благодаря снижению налогов и упрощению системы налогообложения, а также реформам в сфере образования. Венгрия поднялась в рейтинге мировой конкурентоспособности. Сейчас у нее 47-е место из более чем 140 стран. О том, что компании постоянно повышают свою конкурентоспособность, свидетельствуют и последние показатели внешней торговли. В первые 8 месяцев этого года экспорт вырос по сравнению с прошлым годом, а профицит торгового баланса составил более 3,3 млрд евро. 80% венгерской продукции и услуг уходят в страны ЕС. И малые и средние предприятия играют в экспорте все большую роль. Осень – прекрасное время для посещения Хартабайской степи. Первый национальный парк Венгрии стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 20 лет назад. А сейчас попал в топ-20 телеканала CNN как один из самых красивых пейзажей Европы. Помимо знаменитого девятиарочного моста и природы степи, здесь можно посмотреть миграцию серых журавлей. В холле университета города Мишкольц открылась выставка Венгра на Великом Шелковом пути. Через фотографии и письма археолога Аурели Штайна здесь представлены 7 десятилетий венгерско-китайских отношений. И это все новости на сегодня. Спасибо, что смотрите нас. Всего доброго и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин